Всем привет! Сегодня будем с вами тестировать косметику... Всем привет! Сегодня мы будем с вами тестировать косметику из корейского FixPrice. Если вы не знаете, что у меня в руке, то очевидно... Если вы не знаете, что у меня в руке, то очевидно вы не были в DICE и очевидно... ***ный стыд. Сегодня мы с вами будем делать полный обзор на косметику, которую я нашла в корейском FixPrice. Это огромнейший магазин, просто гигантский. Оценить его масштаб можно здесь, в котором продается просто-просто все. Магазин этот мне очень нравится. Обычно я покупаю оттуда просто дофигища вещей. И в этот раз я подумала, решила, что надо купить оттуда косметоз. Но сразу маленькая предыстория. Посмотрите внимательно на эти упаковки. Они вот вас вообще никак не смущают. А знаете, в чем прикол этих упаковок? Хочется, знаете, сказать. Я расскажу об этом вам дальше. Поэтому смотрите видео до самого конца. А раз так хотите, то почему бы так не сказать? Смотрите видео до самого конца. Обязательно ставьте ему лайк. И пишите обязательно, конечно же, в комментарии, были ли вы в Корее. Были ли в корейском DICE. Если вы были, то понравился ли вам этот магазин. Но если вы не были в Корее, то напишите, как часто вы ходите в наш отечественный FixPrice. И нравится ли вам то, что там продается. И что вы вообще там обычно покупаете. Будет реально очень интересно послушаться. Ставь лайк. И поехали. Прежде чем начать делать макияж, я, естественно, хочу подготовить мою кожу. И для того, чтобы подготовить мою кожу, в самом начале я ее умою. И умою я ее вот так. Перед началом макияжа я хочу подготовить кожу. Я буду умываться с пенкой и моей щеточкой Foreo Luna Mini 2. Наношу на лицо пенку и прохожу с щеточкой. Кстати, она водонепроницаемая. Она сделана из нежного ультрагигиеничного медицинского силикона, который противостоит накоплению бактерий. Это делают ее в 35 раз гигиеничнее, чем щетки для лица с нейлоновой щетиной, которые, как известно, повреждают кожу и даже вызывают акне и угри. Моя щеточка – это второе поколение щеток Luna Mini 2, которое придает коже более сияющей, гладкой и здоровый вид при использовании в течение всего одной минуты дважды в день. Модель Luna Mini 2 подходит для всех типов кожи. Первая сторона для сухой и нормальной кожи, а вторая с большими щетинками, уже для жирной. Достаточно всего одной минуты для полного очищения лица. А использовать щеточку можно как утром, так и вечером. Щеточка имеет 8 уровней интенсивности пульсации, поэтому каждая может подобрать для себя самый комфортный режим. Когда моя кожа подготовлена, теперь самое время тестировать косметику. После того, как я омываю мою кожу, я хочу воспользоваться... Я хочу воспользоваться вот этой вот масочкой. Я хочу воспользоваться вот этой вот милой масочкой. Мне очень интересно, как она будет выглядеть. Давайте я сейчас ее вместе открою и заодно посмотрим. Надеюсь, там не будет... Она... Она в меня прыснула! Фу, пахнет вонью! Нет, ладно, она пахнет розой. Розой, и да, мы худшие опасения сбылись. Это маска с рисунком кота. Пахнет вонью. Не то, чтобы рисунок кота это плохо, просто когда у тебя маска, которая делает из тебя неведомую хрень, не есть хорошо. Ля-я-я, сука-тигр. Ладно, это выглядит не так жутко, как маска Пикачо из моего обзора на косметику Японии. Ночью я приду за тобой. Но что я сделала, я не скажу. Пика. Чё? Теперь я не Пикачо. Я теперь кот. Нужно, чтобы прошло 10 минут, дабы оценить результат от этой маски. Ля-маск. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Если вы не знаете, что это, то мы тоже не знаем, что это Если бы мы знали, что это, но мы не знаем, что это Короче, я пойду, уберусь пока, пока маска делается Кстати говоря, у меня здесь есть Знаете, сразу вспоминаю, то вирусное видео в ТикТоке Вот это вот, просто покажу вам его Стой там, никуда не уходи, я вернусь Десять минут пройдены, прошли Снимаю маску кота Ну-ка, давайте ближе посмотрим На удивление, маска оказалась очень хорошей Если честно, я, конечно, ее сильно недооценила Правда, я не могу сказать, что она как-то существенно отбелила мое лицо Она его точно хорошо, совершенно однозначно увлажнила, напитала И знаете, я вот прям чувствую, как бы даже, не знаю, выразиться, лифтинг-эффект То есть прям как будто моя кожа поднатянулась И мне кажется, да, хорошая весьма маска Что ж, маска пока радует И на маску, конечно же, что мы должны с вами сделать следующим шагом? А я вам подскажу ББ-крем Читается как ББ Если вы вдруг не знали, я просто коверкаю слова, потому что я люблю Ну что ж, надеюсь, что этот крем, кстати говоря, с 50 SPF Окажется не хуже, чем вот эта маска И тогда корейский фикс-прайс Ака Дайса Я смогу право назвать офигенным просто местом И смогу поставить ему рекомендацию мою авторскую Что я просто несу? Господи, вот успокойся, пожалуйста Что-то сняла видео с Чаминым И перевозбудилась как-то Я шучу Или нет Использовать для нанесения тонального крема я буду вот такой вот спонжик из моего комплекта У меня их было три, но я остановилась выбрана вот этим Потому что у него самая интересная форма Просто зацените его поближе Честно говоря, мне очень понравился этот спонжик Им наносить одно удовольствие Потому что ты можешь спокойно корректировать, как тебе удобно Если ты хочешь более такую плавную растушевку Плавное нанесение Ты наносишь вот этой вот мягкой стороной Если же тебе нужно как-то отконтурировать какие-то моменты Или тебе нужно более жесткое нанесение Ты, соответственно, наносишь вот этой вот срезанной стороной Потому что ей очень удобно обработать маленький деталь Например, крылья носа Вообще одно сплошное удовольствие наносить Безумно понравилось Прям вообще зашибись А вот тональный крем мне понравился не настолько-то боесильно А знаете почему? Потому что когда ты его наносишь Он наносится не как обычный биби-крем А как реально густой тональник Поэтому постоянно называю его тональником, а не биби-кремом Все-таки вот вы знаете, когда наносишь биби-крем Ты наносишь его на лицо И ты можешь его легко распределить, то есть ты даже можешь пальцами совершенно спокойно вот так вот все это сделать на своем лице, и у тебя будет классное небесовое покрытие. И здесь же реально пришлось постараться с нанесением, и хорошо, что у меня есть этот сконж. Я пойду сейчас расчешусь, и я вернусь, и мы продолжим. Я свои слова, знаете ли, держу, поэтому расскажу вам сейчас, что это вообще такое, и почему это смещает. Вот, смотрите, достанем вот эту вот первую упаковочку. Это тени для век. И в чем проблема здесь этих теней для век? Проблема в том, что когда ты достаешь, ты, по сути, достаешь то, что ты не знаешь, что ты будешь доставать. Потому что на стенде не было никакого обозначения цветов, и не было тестеров. То есть там просто были навалены вот эти вот сиреневые упаковки, которые одна от другой вообще ничем не отличаются, и ты просто берешь какую-то рандомную штучку. Поэтому сегодняшний наш макияж будет с элементом неожиданности. И вот, например, тень для век я взяла светло-лавандовые. А какого цвета будет все остальное, не имею ни малейшего понятия. Хотя, на самом деле, к волосам-то неплохо подходит. Но да ладно, потому что сначала все-таки приступим к бровям. Для бровей у меня есть вот такой вот карандашик. Он двусторонний, с одной стороны щелчка, с другой стороны сам карандаш. И тут я просто, как обычно, проявила себя как гениальный умный человек. Потому что я купила карандаш под цвет моих обеспеченных бровей. Я просто забыла, что я вернусь в Россию, я обещала их покрасить. Ой, я обещала покрасить волосы. Соответственно, сейчас я не буду высветлять свои брови, потому что розовые волосы с светлыми бровями, наверное, такойся. Поэтому буду красить на мои черные брови светлый карандаш. Простите меня за то, что я сделала это. Искренне я каюсь. Просто цвет настолько рыжий по отношению к моим бровям, что я себя так оставила, то была бы кислота. Поэтому сейчас... Поэтому сейчас я возьму и все вот это вот растушую. Подтушую, чтобы бровь выглядела не так печально, как могла бы выглядеть. На самом деле, мне очень нравится, как получилась бровь. И мне вот этот карандаш понравился прям безумно. Знаете, если я похвалила маску, то забудьте все те хвалебные оды, которые получила эта странная кушачья маска. Фу, пахнет вонью. Потому что вот карандаш это просто карандаш моей истинной любви теперь. Реально хочу обратно осветлить теперь брови и пользоваться им, потому что он охренеть какой удобный. Что ж, теперь приступим вот к этим сиреневым теням, которые я показывала вам ранее. Мне кажется, что они очень красиво должны лечь на... Эээ... Чего? Блин, блин, ребят, они вообще не пигментированы. Их вообще не видно. Это даже не полупрозрачное покрытие, это говяное покрытие. Факт. Если уж сводж такой получился отстойным, то что сейчас будет с глазами? Шпонг, шпонг, серебонг, серебонг. Я думаю, что вы видите, что вы ничего не видите, потому что я тоже. Кстати, вы смотрели Эйфорию? Я узнала об этом сериале от моих подписчиков, преимущественно совсем молодых. Прям совсем молодых, лет 10. И когда я стала смотреть этот сериал, то вынесло мне вообще максимально мозг, потому что сериал-то классный, мне понравился. Но когда я думала о том, от кого я узнала про этот сериал, я просто орала. Потому что вы сами знаете, что в этом сериале происходит, там всякие висящие и не только чинку, обсуждение всего, чего только можно, и во всех деталях, и анатомических, так сказать, подробностях. И когда ты узнаешь, что от 10-летних детей, это как-то странно. Эйфория! Кстати, напишите в комментах, какой сериал вы сейчас смотрите и что вам очень нравится, потому что я, мне кажется, все пересмотрела и не знаю, что смотреть. Я пока поделюсь, как мне вот это вот, и это совсем нет, это совсем нет, 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 какие-то проплешины невнятные, нанеслось непонятно. Если честно, то у меня есть подобное средство, вот, например, и тут будет совершенно другой результат. Банально, вот, смотрите, это какой был свотч на руке, вот эта вот фигни из Dyson. А сейчас я сделаю вам просто тупо свотч вот этой вот рандомной штуки, даже не разбалтывая ее, так сказать, чтобы вы почувствовали разницу. Вы видите, да, просто ситуация. Так что нет, тенюшка, мало того, что я не знала, какого это цвета, так ты еще и не тенюшка, а говнюшка оказалась, так что обшел нахуй. Как-то это просто самодерзость. Банк Пандоры открывается. Какого цвета будет эта штука? Пожалуйста, будь сиреневый, лиловый, розовый, ну что-нибудь в таком духе. Ваши ставки, господа, какого цвета будет это средство? Я думаю, что это будет розовая тень, а вы как думаете, какого цвета будет? Три, два, один. О, это бронза! Она бронзовая. А что мне делать эта бронзовая? Ну ладно, я на верхний век, конечно, нанесу, потому что проверить-то нужно, но это что-то как-то нет. Я пока свое горение приберегу для чего-то другого, потому что бронза-бронзой наносится оно очень круто. Смотрите, что у меня есть. У меня есть целых две одинаковых вот такие вот штуки. Эта штучка типа помогает нам красить ресницы при помощи вот этой вот туши, которая тоже там была. Выглядит, кстати, тушь очень круто, мне нравится. Эта штука подкладывается типа сюда, и дальше ты просто, ой, извините, типа вот сюда, и дальше ты просто красишь тушью ресницы, не боясь ничего себе испортить. Так, ну формально я ничего себе вроде как не должна была испортить, но я не скажу, что это удобно, потому что ты, блин, половину не видишь, что ты делаешь. Очень невнятная фигня. Если честно, то я совершенно не поняла прикола этой штучки, потому что ресницы, по-моему, выглядят максимально одинаково. Ну, то есть... Румяна, сиреневые. Сиреневые. Не представляю себе сиреневые румяна на лице, а на пальце они выглядят как просто белые. Ну, знаете, пресс F, то респект, но я не буду нажимать F и ничего такого прочего, потому что никакого респекта этому сиреневому младенцу я не могу дать. Последний этап, это помада. Лайнер или помада? Помада или лайнер? Помада или лайнер. Давайте я сделаю сейчас губы вот этим карандашом, а потом на центр губ просто нанесу розовую помаду прямо на карандаш и посмотрим, что получится. Знаете, прошло несколько секунд, но я уже сейчас готова сказать, что это лучший карандаш в моей жизни. Да даже больше ничего не хочу говорить, потому что лучший карандаш в моей жизни. Не хочу, чтобы была такая четкая граница, поэтому немножко растушевываю его по контуру, но, блин, мне безумно нравится. Ну, а теперь, как я и хотела, я добавляю вот эту вот розовую помаду прямо на центр и растушевываю прямо по карандашу. Если честно, то я могу сказать только то, что мне реально понравилась косметика из... Кстати, если вы обратили внимание, то у меня не было пудры, и пудра там реально по какой-то причине непонятно мне не продается. Но даже несмотря на то, что у меня нет пудры, вот этот вот библи-крем, который изначально я немножко захейтила, он не стал каким-то влажным. Он как будто, знаете, у него топ с пудрой. Я не знаю, как это выразиться, почему я вообще так говорю странно, но я осталась довольна. Кайф! Напишите, как вам этот макияж по шкале от 1 до 10. Всем пока! Приходите в мой инстаграм и подписывайтесь. Будем там тоже тестировать косметику, много косметики. Продолжение следует...